В Славянской картинной галереи в минувшие выходные открылась персональная выставка нашей землячки Любови Кузьменко. Выставка называется «Нетлеющий свет» и посвящена юбилею автора. Подробности в материале Тины Копачевской и Игоря Ванчугова. Любови Кузьменко за свою жизнь многое пришлось пережить, но она не пала духом. После аварии в 1970 году самостоятельно ходить она больше не могла. Вязание крючком стало для неё настоящей отдушиной. Она стала принимать участие в конкурсах, выставках. И как итог усердной работы, более 20 лет назад состоялась её первая персональная выставка «Кружевных работ. Цветы на снегу». А на сегодняшний день выставок уже восемь. Низкий поклон всем, кто помнит, кто пришёл. Обещаю, через пять лет ещё лучше сделать выставку. Выставка «Нетлеющий свет» – результат творческого пути Любови Николаевны. Рукоделие наполнило её жизнь смыслом и вселило веру в будущее. На выставке «Кружевница» представила более 150 вязаных салфеток с катертей, шалей. Она решила отойти от традиционного белого цвета, отдав предпочтение ярким краскам. Поздравить юбиляшу пришло много гостей. Среди них заместитель начальника управления по культуре Дмитрий Решмет. «О сегодняшней выставке у меня переполняют эмоции. Можно говорить очень много. И вы знаете, самое главное, наверное, в сегодняшней выставке – это те ощущения, с которыми мы входим и проходим по залам. Это тепло, это любовь, это искусство с большой буквы, это большое мастерство, это большое жизнелюбие. Любовь Николаевна, разрешите вас поздравить с днём рождения и пожелать вам всё-таки здоровья в первую очередь и несекаемого вдохновения. О Любови Кузьменко, как и необыкновенной искуснице-кружевнице, заговорили после персональной выставки в Слаенском историко-краеведческом музее. Найдя себя, ей захотелось помочь и другим, таким же людям с ограниченными возможностями здоровья. И Любовь Николаевна возглавила клуб инвалидов «Надежда» прибрежного сельского округа. В этот день в зале картинной галереи присутствовали самые близкие друзья и родные для Любови Николаевны люди. Все её поздравляли, желали дальнейшего процветания в творчестве и воплощения новых идей. Тина Копачевская, Игорь Иванчугов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова